Сегодня в одном из развлекательных центров города при поддержке Управления социального развития и попечительстве администрации впервые в области состоялись соревнования по боулингу среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 14 сентября Севердвинской городской общественной организации инвалидов с потерей слуха в нашем городе был зажжен детский паралимпийский огонь. Этим событием дали старт второй спартакиаде среди детей и инвалидов. Боулинг – это лишь первый этап. Впереди детей ждут соревнования по горным лыжам, плаванию, бильярду, волейболу и многим другим видам спорта. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках грантового конкурса Национального боготворительного фонда и Лиги здоровья нации и поддержана администрация города Северодвинска. Это у нас будет первое соревнование по боулингу, где участвовали 6 команд из Северодвинска, также приехали у нас гости из Новодвинска. Всего на дорожке вышло 6 команд и 36 детей разного возраста, таких как реабилитационный центр «Солнышко», школа-интернат для ребят с ДЦП, двух ягринских школ-интернатов и Новодвинского интерната. Для всех участников боулинг оказался в новинку. Дети с азартом начали сбивать кегли, хотя самые маленькие еле удерживали в руках тяжеленный шар. Сначала неожиданно было, ну сначала не хотела играть, вообще как-то стеснялась, сейчас нормально. Нескольких страйков подряд и рекордных результатов здесь не было, да это и не главное. Каждый из детей по-своему уже победитель. Всем участникам организаторы приготовили памятный диплом. К тому же сборная команда Северодвинска через неделю примет участие в соревнованиях по боулингу в столице Поморья. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.